Это не учебная тревога. Иногда мы даже брали и отрубали динамик. Начинать ползти по головам тех, кто сидит перед тобой. Все ломанулись, как миленькие. Заплати батюшке десятку еще сверху, чтобы он сказал, что дом хороший. Я бы хотел 150 лет прожить. Винишко полезно, можно выпивать. Рюмка водки только помогает. Ребята, это не шутки. Олег Торбасов, человек, который еще несколько лет назад работал официантом в Питере, а сейчас владеет агентством элитной недвижимости Whiteville. Мы с ним поговорили не только о недвижимости, как вы поняли, из тизера, но вообще о жизни, о здоровье, об алкоголе. В общем, всех тех вещах, которые, как мне кажется, интересуют наших зрителей. Если бы еще и выпуск, конечно, в пятницу выходил. В общем, в любом случае, у нас получилось отличное интервью. Я вам рекомендую досмотреть его до конца. Еще с вами увидимся и приятного вам просмотра. Фильм «Высотку» смотрел? Нет. Нет? Знаешь, о чем он? Нет. Мне кажется, тебе, как человек, который занимается недвижимостью, стоит его посмотреть. Я тебе вкратце расскажу сюжет, ну и для зрителей. Фильм о высотке, о здании, которое построено по принципу общества. Внизу живут низший класс, обслуживающий персонал, а в пентхаусе живет владелец этой высотки. И в какой-то момент там отключается электричество, и начинается бунт. Как тебе кажется, это фантастика? Фантастика? Или что-то такое возможно в будущем? То есть, куда двигаются дома, здания? Есть у них какие-то уже принципы общества? Если говорить про небоскребы, и вообще про сити, где мы сейчас находимся, то чисто по цене получается, что эта стратегия примерно сохраняется, потому что первый, второй, третий этаж отличаются от 25-го, 30-го, от 80-го или 70-го этажа значительно, потому что каждый следующий этаж – это плюс миллион рублей. Представим, что в небоскребе 100 этажей. Да. Насколько будет цена первого и сотого отличаться? Ну, допустим, верхний этаж может стоить 70 миллионов рублей за апартамент, а на первых этажах, ну или на третьем, на четвертом, такой же может стоить в два раза дешевле. Классовость какая-то чувствуется в связи с этим? Я имею в виду, жители нижних этажей чувствуют себя какими-то отдельными кастами. Ты знаешь, я вот изучал немного строение человеческого тела, и оно имеет отношение к тому, где жить, потому что дом – это пространство для жизни, он в том числе и определяет качество жизни человека, его настроение. И вот у нас есть два гормона стресса – это адреналин и кортизол. Адреналин – это гормон, который быстро выбрасывается и быстро распадается и выводится, а кортизол, он такой накапливается в организме. И это гормон такого настоящего стресса. То есть, если адреналин – это мобилизатор, то кортизол – это гормон, который человека присаживает, седативный эффект имеет. И вот люди в стрессе, как раз, которые долго занимаются нелюбимой работой, долго живут в каком-то месте, которое им не нравится, или окружены людьми, которые им не нравятся, они потихонечку получают выброс этого гормона кортизола, и он начинает их организм запускать в процесс старения и смерти. И вот я, когда изучал разные вот эти философии, я понял, что способность смотреть на большие пространства, способность не на стену соседнего дома смотреть, а на, допустим, бескрайнюю Москву, как у нас. Здесь ты не видишь горизонты. И вот это очень сильно позволяет расслабляться, релаксировать и тем самым снижать уровень кортизола. Почему люди любят в горы ходить? Потому что там вот это бескрайнее пространство. Почему люди уезжают на море? Потому что ты не видишь вот этих горизонтов, ты сидишь, и у тебя уровень стресса снижается. Это значит, твое выживание растет, и ты можешь себя лучше чувствовать и более круто с этой жизнью справляться. И поэтому, когда люди покупают что-то на втором, на третьем этаже, да, виды, конечно, не такие, как с 40-го, там, 50-го. И, соответственно, их способность справляться со стрессами в том числе тоже снижается. Поэтому те, кто живут в пентхаусе, могут прожить дольше. Допустим, представим ситуацию, выходящую за рамки привычного. То есть бунт, отключение электричества или то, что мы видели, произошло много лет назад в башнях-близнецах в Нью-Йорке, да? Я понимаю, вот я летел в самолете недавно, и вот там вот через 4 или через 3 выхода от меня аварийный выход, эвакуационный, да, вот этот типа спасательный. Но я понимаю, что если начнется заварушка, то через 2 сидения от меня проход, и мне просто физически там не выбраться, да, к этому проходу, только по головам людей. Или начинать ползти по головам тех, кто сидит перед тобой. Поэтому я уверен, что, конечно, в ситуации паники, в ситуации, если вдруг пропадает свет, там, да, и так далее, ну, люди в любом случае запаникуют. Здесь вот у нас с 50 этажа, там, да, иногда проводятся эвакуационные тревоги. И люди, ну, во-первых, даже их физическая форма не позволяет порой с 50 или 60 этажа спуститься пешком. Причем, что там с 40-го, начиная, нету выходов. То есть, если ты на 40-й уже попал, то ты до 1-го не можешь выйти. То есть, эта лестница специально изолирована так, чтобы у тебя, получается, от 50-го и выше имели отдельную лестницу, не связанную с другими. Что если там дым или пожар будет, то туда не попадет ничего. И что делать? Входит ли в комплект к пинхаусу винг-сьют какой-нибудь или парашют? Здесь, мне кажется, что людям неплохо было бы посмотреть вообще, как, в случае чего, из здания выходить, да. Вот здесь нас начали тренировать. Мы начали тренировать спустя полтора года, да, потому что до того, как не произошло на стране так работать, пока не сгорел торговый центр, да, то у нас как бы все было здорово. Иногда проводилась тренировочная эвакуационная тревога, но она настолько мерзким голосом вещала во время рабочего дня и мешала менеджерам звонить, что иногда мы даже брали и отрубали динамик для того, чтобы он не пиликал во время рабочего дня. Вот это, конечно, тоже такая, знаешь, история, что начинает орать сирена, всем покинуть помещение, а все продолжают работать, потому что часто, как, знаешь, в анекдоте, было не в анекдоте, а в притче такой, когда все время человек кричал «волки, волки», да, хохотал, когда все прибегали, и люди перестали ему верить. Вот у нас то же самое. Если начнется реальный пожар, мне кажется, что половина подумает, что это прикол или очередная тревога. Поэтому они стали голосом добавлять. Это не учебная тревога. Но это все равно учебная тревога. Нет, они сейчас специально говорят. У нас недавно была эвакуация в здании. Говорят, задымление на 33 этаже. Все ломанулись, как миленькие. Когда голосом уже говорят, ребята, это не шутки, типа. Но у нас все-таки еще не хватает вот этой какой-то социальной ответственности. Люди порой даже к своей жизни как-то относятся так немножко халатно. Зачем сейчас предпринимателю вообще покупать недвижимость? Зачем это надо? Если можно арендовать, если можно жить, знаешь, в популярном сейчас режиме лайфстайл-бизнеса. Вот это для меня был такой один из основных вопросов, потому что я в свое время трижды поменял свое отношение к этому. Первое. Я был категорически против покупки квартиры. Обесценивал эту идею и говорил, что у нас невыгодно покупать, надо арендовать. То есть у меня первое было, я хотел купить квартиру. Потом я прочитал у Артемия Лебедева, что есть некий индекс соотношения аренды и стоимости. То есть у нас он типа неадекватный, у нас типа очень высокая цена. То есть можно всю жизнь жить, арендуя квартиру? 20-30 лет, да. Типа ты можешь отдавать квартиру или купить. А вот сейчас я дошел до такого понимания, что я бы хотел покупать. Я купил себе апартаменты в Таиланде сейчас. А это инвестиционная. Не в Россию. Да, это инвестиционная сделка. Сейчас я в России планирую покупать. Во-первых, я продаю только новые дома, новые новостройки, которые строятся. И здесь у нас в стране сейчас, если ты хорошо на старте заходишь в проект, через 2-3 года ты свои 35-40% рост к цене получишь. Это примерно 13-15% в год. То есть это выгоднее, чем депозит. При этом он у тебя обеспечен недвижимостью. Есть риски, что застройщик окажется не очень хорошим, не достроит. Или цена вырастет не так, как ты хотел. И я понял следующую вещь. Что вот у меня в свое время скопились какие-то деньги. Ну там десяток миллионов, да. Там может несколько десятков. Я понял, что я стал сытым котом, который имеет у себя под подушкой в запасе или на счету в банке сумму. Очень ликвидную, очень быстро достижимую. И она говорила мне о том, что ты теперь можешь год или два не работать и не париться. Все у тебя хорошо. И это снижало уровень моей деловой активности, толерантность к риску. То есть я переставал драйвить, что-то делать, какое-то для себя. Это вызовы, челленджи какие-то. Потому что у меня вроде как все норм. У меня лежат деньжата, я могу не париться. Вот. И я когда их потратил, и когда я полностью осушил свой запас, и оставил себе денег на месяц, на полтора жизни, вот это очень прикольно дает тебе возможности для роста. Давно было? Это было вот в начале года. Ну, то есть когда я вошел в сделку, купил себе апартаменты, отправил туда деньги. Вот. Тем более, если ты используешь плечо, рассрочку от застройщика или ипотеку, то доходность на твои вложенные средства, если ты через три года продаешь объект и покупаешь его не для себя, она значительно превышает те 13 или 15 процентов, о которых я говорил. Друзья, на секундочку перервемся. У меня в гостях в студии Тарас, у него есть канал Новобудова. Тарас, а у тебя вообще была когда-то проблема выбора квартиры или дома? Да, конечно, была, но я ее уже решил. У меня канал, на котором я рассказываю о недвижимости, как правильно купить квартиру, как ее юридически оформить, как сделать ремонт. Слушай, а вот если у меня встала проблема выбора квартиры, как уберечься от мошенников? Очень просто проверять репутацию застройщика. Как-то? В фейсбуке, вконтакте? Да, форумы, читать форумы, отзывы жильцов и так далее. Но об этом как раз мы говорим на нашем канале. И у нас сейчас акция. Одно из наших последних видео должно набрать 200 лайков, и вы можете выиграть AirPods. А в конце лета мы разыграем Volkswagen Polo для наших инвесторов. Кто-то купит квартиру и выиграет машину. Круто, друзья. Но начинать нужно с наушников, по очереди, все, не сразу к машине. Поэтому переходите, пожалуйста, по ссылочке, которую мы оставим в описании. Плюс вот здесь будет подсказка. Ставьте лайк этому видео. Всего 200 нужно набрать, чтобы выиграть наушники. Но если вы захотите купить квартиру у новой будовы, то в конце лета будет шанс выиграть еще и машину. Тарас, спасибо тебе за это. Но мы продолжим смотреть интервью. А давай так. Назови, может быть, топ-5 самых неочевидных мелочей при выборе покупки недвижимости. Нету какого-то очевидного критерия, почему кто-то выбирает. Кому-то важно, чтобы... Вот я вчера общался с одним покупателем. Он говорит, я бегаю в парке и не хожу в фитнес-клуб. Мне все застройщики продают фитнес-клуб. Никто не спрашивает меня, каким спортом я занимаюсь и как я люблю проводить время. А я, говорит, люблю в парке бегать. Для меня важно, чтобы я вышел и в парк уперся. Есть там 4 проекта, которые ему подходят. А все остальные там, где фитнес, но нет парка, ему не подойдут. И у каждого, знаешь, 44 мелочи есть, мы посчитали, 44 мелочи есть, на которые люди обращают внимание. Здесь важно именно, кто с тобой будет жить. На соседей посмотреть, люди прямо спрашивают, а кто будет здесь жить и так далее. Есть даже случаи, когда, допустим, каким-то известным, но очень шумным и неприятным соседям отказали в продаже квартиры в клубных домах. Например, Киркорову не продали один из домов на Остоженке, квартиру там. Потому что, ну, жители сказали, мы не хотим такого соседа. И, может быть, конечно, это был пиар-ход. Ну, и про это много кто написал. Например, у нас была женщина, которая водила с собой фэншуиста. И она заходила в квартиру с фэншуистом. Я вчера ездил на Рублевку, приезжает чувак на гелике с батюшкой. Должен батюшка посмотреть квартиру. Кто-то приводит с собой специалиста по фэншую, кто-то батюшку, кто-то кошку запускает. Понимаешь, у каждого своя технология выбора недвижимости. Причем шаманов не было еще. У нас не было, но я знаю, что кто-то там и к гадалке может пойти, чтобы она сказала, хорошо ли в этом доме, на этом этаже такой номер квартиры. У нас люди приходят с номерологистами. У нас вот мы продавали квартиру. У них совпало, что этаж, значит, номер квартиры, номер дома. И там название улицы, третий, там такой-то переулок, там, да, типа, дом 4, там, пятый этаж, 67-я квартира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У них там поток линий, там что-то сошелся. И, в общем, им номерологист рекомендовал эту квартиру к покупке. Мне иногда хочется коррумпировать всех этих непонятных влиятелей на принятие решений. И батюшке, типа, сказать, вот мы вчера смеялись в загородном поселке на Рублевке. Дом стоит 150 миллионов. Решение клиента, купит он или нет, зависит от того, скажет батюшка, подходит этот дом или нет. Батюшка стоит 10 тысяч рублей. Заплати батюшке десятку еще сверху, чтобы он сказал, что дом хороший. Или конкуренты могут батюшке сказать, что ты должен этот поселок ругать. Блин, настолько бывают неочевидные причины для принятия решений у людей. Ты следишь за тем, как Дима Парнягин строит свой дом? Нет. Ну, он строит свой дом в определенном рожевом комплексе. Как тебе кажется, там в связи с появлением таких селебрити-соседей поднимается общая стоимость участков? Я думаю, да. Я думаю, что это влияет. Взять тот же поселок бизнес-молодость, реки, да. Там стоимость домов варьировалась от близости к Пете с Мишей. Ну, то есть, типа, к основателям поселка. То есть, чем ближе к ним, тем дороже дом. Хотя, с точки зрения, они были дальше от реки, там, ну, то есть, по идее, должно быть по-другому. Но здесь наличие какого-то классного соседа, кому-то можешь подойти через забор, сказать, слушай, дай мне там, типа, грабли, например, является дополнительной ценностью, value такой, да, которая в том числе и определяет стоимость недвижимости. Хотя я вот, допустим, здесь есть башня Ока, в ней все живут. А я вот живу в IQ-квартале, и там вообще никого нет. Ну, то есть, там 10 семей живет. Ну, там есть ты уже. Да, и, кстати, мои собственники, когда сдавали квартиру рядом со мной, использовали это как аргумент. И один парень снял эту квартиру, и он искренне сказал, что, блин, круто, я буду с Олегом встречаться, там, ходить, типа, в гости друг к другу на чай и общаться. Ни разу мы за полгода не встретились. Самое длительное время, которое ты не покидал Сити, я имею в виду, там, дни с недели? Пять дней, наверное. Пять дней, да? Да, вообще, когда не выезжал. Но у меня просто встречи внешние. А так вот пять дней я отсюда не выбирался, а здесь все есть. То есть, в принципе, был на практике случай, когда женщина одна шесть месяцев не выходила из Сити и вела свой блог. Это было прикольно. Ты с Аязом часто здесь встречаешься? Примерно два раза в месяц. Он с енотом выгуливает? Нет, он с енотом по коридорам не ходит. Мы с ним хорошо общаемся и дружим еще до того, как он стал суперпопулярным. Я с ним общался, когда у него еще не было тренинговой компании, у него было несколько хостелов, несколько кофейн и свой блог ВКонтакте. Мы с ним познакомились в Екатеринбурге. Я открывал офис в башне Высоцкий, ну, самый высокий небоскреб за пределами Москва-Сити в России, 50 этажей. Я там открывал свой офис, а Аяз приехал туда покупать Порш, забирать Порш, он его в Екатеринбурге купил. И мы с ним посидели, я ему хотел продать франшизу финансовой партнеры. Он хотел ее купить, разобрать и сделать лайк-брокер. И как бы я подозревал, что эта сделка не будет долгой, что он быстренько все наши бизнес-модели посмотрит и к себе инсталирует. Но в итоге сделка не состоялась, у нас в Ижевске другой партнер стал работать. Кстати, мы с Олегом тоже познакомились на теме франчайзинга, которым занимаемся уже более 15 лет, упаковкой, продвижением, продажей. Поэтому, если у вас есть франшиза или планируется, то не надо сразу бежать к нам. Сначала скачайте нашу презентацию и самые успешные кейсы. Вот здесь будет подсказка, плюс ссылочка, конечно же, в описании. И, если что, буду рад вас лично проконсультировать по вопросам создания и продажи франшизы. Ну, а теперь продолжим смотреть интервью. Я знаю, что сегодня точно утром у тебя не болела голова после дни рождения, потому что ты не пьешь. Сколько, кстати, дней рождения ты уже не пьешь? Это третий. Третий? Да, когда я не выпил ни одного грамма алкоголя во время дня рождения. До этого я считал, что прям... Ну, то есть у нас общество потребления навязывает нам... Я бы на месте алкогольных брендов тоже делал бы их модными, классными и очень такими, типа... Алкоголь делал бы классно. Если бы я продавал сигареты, я делал бы сигареты трендовыми. Я бы их за деньги вставлял в фильмы, чтобы люди курили, чтобы любимые актеры курили. Есть очень крутой фильм «Москва 2017». Он говорит о маркетинге. В очень крутом, таком интересном ракурсе на маркетинг, что маркетологи могут у людей вызывать... Ну, то есть там идет речь о брендах и эгрегорах, да, о неких таких метафизических штуках. Ну, а это тот, что делал бэткомедиан обзор на него еще. Может быть. Я не смотрел бэткомедиан обзор, я смотрел сам фильм. Так вот, у них была идея сделать фастфуд популярным. И маркетологи говорят, мы не можем фастфуд сделать популярным, но мы можем сделать полноту модной. Мы можем сделать так, чтобы люди хотели быть жирными. И они взяли и заменили всех супергероев у детишек, с которыми они играют, с подкачанного супермена, бэтмена, спайдермена, таких сухих, поджарых ребят, на толстяков. И дети стали играть толстяками. Они хотят быть похожими на этих своих вот этих вот игрушек, да. И они стали больше жрать фастфуда. Они заменили всех моделей. У Диора, у Шанель, у там всяких вот этих вот худых таких девчонок, да, которые стремятся на толстушек. Они попросили у художников рисовать толстых людей. И раньше была же мода на полноту, когда человек в теле, да, вот там на картинах казался более таким интересным, да, и живым, чем какой-нибудь худой человек, который казался там рабом, допустим, и там измотанным жизнью. Сейчас, мне кажется, худоба, она типа имеет некую аристократичность, да, например. И вот интересно, как маркетологи могут формировать у людей те или иные желания и их поведением управлять, да. Да, есть даже фильм Catch the Dog, Хвост виляет собакой, да, по-моему, где там они создавали просто в студии реальную войну и рассказывали людям и управляли массами людей. Я поэтому телек не смотрел уже лет 5 вообще в принципе. Момент, когда ты решил бросить пить, я просто общаюсь иногда, когда заходит речь со своими спикерами об этом, кто-то после какого-то жесткого перебуха, лежа там где-то в подъезде на речной клетке, да, бросает. А у тебя как это было? Я пошел на программу детоксикации, то есть я чувствовал, что мой аккумулятор подсаживается. То есть я в 2-3 дня, ну в 2-3 часа дня я уже мог, типа, знаешь, закимарить, там после еды, типа, меня так хотелось поспать, знаешь, типа, ну, раньше казалось, что было больше энергии. Да, мне еще не было 40, но я понял, что вообще это никак с возрастом не связано. То есть нас, конечно, программирует, что ты в 40, там, в 50 уже должен кому-то что-то, должен, там, иметь семью в 30, там, да, в 40 ты должен уже состояться, иметь капитал, в 50 ты должен уже, типа, готовиться к пенсии, иметь пассивные источники дохода, там, ну, то есть это все попытка свою картину мира и свое представление о жизни распространить на максимальное количество людей, чтобы они жили по твоим сценариям. Я бы так не хотел, да, поэтому я делаю все, чтобы мою жизнь не программировали, и чтобы она не шла по чему-то плану, по чему-то сценарию, чтобы она подчинялась только моим впечатлениям и моим отношениям к жизни. Я бы хотел 150 лет прожить. И, конечно, осознанно хочется свое здоровье сохранить. Я изучаю футурологию, и там есть один из самых известных футурологов, Фрей Курцвелл, да, который в гугле отвечает за будущее. И он со своей стороны сделал прогноз, что в 35-м году будет уже разработан прибор, который будет печатать человеческое тело, а в 44-м году будет реализовано бессмертие. И нам нужно дойти до этого момента максимально сохранившимися и подготовленными. Моя идея. Это есть даже такое понятие биохакинг, да, сейчас, когда ты взламываешь время, останавливаешь старение, разворачиваешь его вспять. И есть люди, которые в 50 начинают выглядеть на 40, потом на 35. И, в общем, в принципе, сейчас такие технологии, и это интересно. Глупо игнорировать интернет сейчас, глупо будет через 20 лет игнорировать возможность, да, продлить жизнь. И я понял, что алкоголь вообще напрямую является противоположностью моей стратегии подольше прожить, да. Как бы маркетологи не пытались прокинуть идею о том, что винишко полезно, что можно выпивать, что там рюмка водки типа только помогает, снижает уровень стресса. Нифига. Это просто маркетинговый мусор и попытка как-то хоть разрешить какие-то вольности себе. Я стал самым продуктивным, самым счастливым и самым здоровым образом себя чувствующим человеком, когда я полностью отказался от алкоголя до конца жизни. У вас был опыт такого вирусного ролика, где... Купи пентхаус. Давай посмотрим его сначала и потом обсудим. Давай. Пентхаусы в Москве набирают популярность. Это роскошные квартиры на верхнем этаже со свободной планировкой и большой террасой. Известным поклонником пентхаусов является новый президент США Дональд Трамп. В Москве после его прихода к власти были скуплены более 200 пентхаусов с лучшими видами. Все покупки были оформлены на компании и людей, связанных со структурами Трампа. А анализ снимков из космоса раскрыл чудовищную правду о проекте «Гнездо». Наш вероятный противник скупает пентхаусы в престижных районах Москвы, а затем организует в них снайперские гнезда. Отдельный лифт позволяет скрытно поднимать боевую технику. Обнивая точка на высоте с обзором на все четыре стороны полностью доминирует над кварталом. Пентхаусы расположены в домах, где живут политики, чиновники, бизнесмены, руководители силовых структур и другие представители российской элиты. В час икс по сигналу из-за океана будет открыт огонь, в результате чего руководящая элита страны будет уничтожена. И завоевать обезглавленную Россию не составит никакого труда. Теперь ты знаешь правду и должен помешать врагу. Зайди на сайт купипентхаус.ру и купи свободный пентхаус. Устрой на террасе кинотеатр. Установи бассейн и летнюю кухню с живым огнем. Разбей зеленый сад. Организуй тренажерный зал. Помешай врагу свить новое боевое гнездо. Вот эта история, она в итоге не стала вирусной, к сожалению. Там 18 тысяч всего просмотров. Вообще, какая была идея, как она пришла и для чего это все было? Да мне очень нравилась студия Мэйдак Вижн. Просто вот эти ребята, которые делали все известные ролики про Макдональдс, про Эппл, да, что у них там вот эти заводы. Там очень много у них крутых было вирусов, которые там по миллиону собирали и по два. И мне хотелось с ними что-то сделать. Получилось, что я познакомился с их основателем. Я говорю, давай что-нибудь замутим. Единственное, что я не заплатил, то есть я не был профессионалом в этом. Я не заплатил за публикацию на их канале. Здесь же все от канала зависит. Мы его выгрузили на канале, где нет людей, понимаешь, ну где нету просмотров. И отсюда нету у тебя сразу всплеска. Там, по-моему, публикация на их канале стоила каких-то еще там 150 или 200 тысяч рублей. Я ее не оплатил. Я думал, ну а мы сделали его для себя, просто по фану. Я как бы пофанился, 18 тысяч, у нас было сколько-то переходов. За счет этого наш сайт вышел в SEO-позиции на первую страницу. Чем это закончилось? Каким результатом сухим? У нас приходят клиенты по сайту купипинтхаус.ру. И у нас сейчас в работе 3 или 4 человека на покупку пинтхаусов. И мы за прошлый год продали 4 пинта хороших. Это, ну, как бы я считаю, достойный результат. Из посольства США вам не звонили? Нет, это же все понимают, что это шутка. Ну, это понятно, но такая жесткая. Да, ну, я... Враги там и все такое. Ну, а ведь на этом всем антагонизме и делается весь вирус. Да, то есть, ну, обычно он такой. Но я не видел вирусов в недвижке. Мы какие-то попытки делаем. Может, это наш не самый был успешный. Ну, мы не оставляем идеи продолжать экспериментировать. Здесь же самое главное, ну, один раз не получилось, руки не опускай. Мы хотя бы попробовали. Ни одно агентство не пыталось. Ты недавно сделал пост. Ты выложил там часть своих 100 целей. Но то, что ты выложил, это в основном, мне кажется, это больше про общество потребления. Увидеть, купить, посмотреть. Это вот такое. И там только одна была необычная история про спасти человека. Спасти жизнь. Спасти жизнь человеку, да. Мне кажется, да. Ну, просто я бы не стал обесценивать вообще какие-то физические вещи, да. Там же есть вещи и про здоровье. Ну, и вообще у нас в жизни есть 8 областей, в которых мы можем действовать. Первая область – это область нашего физического тела, да. Мы можем либо на него забивать, либо развивать его. Вторая область – это область семьи, отношений. И здесь мы можем помогать своим близким, можем думать о себе. Можем строить семью и там растить детей. Можем это игнорировать. Третья область – это область групп. Если я болею за футбольный клуб и хочу, чтобы он выиграл, или являюсь любителем бани, или хожу на гольф, да. И взаимодействию с гольфистами, вот эти увлечения, вот эти группы и все социумы, в которые я вхожу – это третья область. Четвертая область – это область, связанная вообще с человечеством, да. То есть есть люди, цели которых связаны с тем, чтобы менялась жизнь всей планеты. Например, Илон Маск, допустим, тот же Стив Джобс, да. То есть они создавали вещи, которые меняют мир в целом, да, влияют на экологию, на жизнь людей и так далее. Пятая область – это область, связанная с жизнью как таковой. То есть это помощь растениям, помощь животным, птицам. У меня вот Петя Осипов, мой приятель, они там помогают леопардам. И для него одна из целей жизни – это помочь каким-то вымирающим животным. Я в том году выделил небольшие деньги, но на них посадили 300 деревьев, фунт дикой природы. То есть это тоже такие социальные цели, которые нельзя назвать общим потреблением, ты отдаешь, да. То есть, но ты от этого получаешь удовлетворение, в том числе какое-то признание, для кого-то это важно. Ты получаешь подтверждение от мира, там, да. В том числе часто люди про энергетические потоки в этих моментах говорят, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Исходящий всегда равен входящему. Я с этим согласен. Каждый раз, когда я за обучение платил миллион рублей, у меня тут же два заходило с каких-то случайных сделок, на которые я даже не рассчитывал. Я понял, что когда я в мир отдаю, я получаю. Шестая область – это область материального. Его еще больше на планете, чем жизни – это металл, деньги, все, что относится к… Квартире. Да, например, пентхаус хороший – это шестая область. Машина хорошая, или там одежда, или там часы, для кого-то это важно, да. Это как амулеты. Они некоторым людям дают энергию. Я вот часы вообще не ношу, они на меня не работают. То есть я не подписываюсь от этого энергии. А есть те, кто, купив часы, их используют как амулет, который дает им энергию и дает им уверенность на переговорах и так далее. Я не обесцениваю это. Я понимаю, что это тоже некий способ. Но по ним легко считывать тебя. То есть я не хотел бы, чтобы меня легко было прочитать. То есть чем меньше зацепок у людей понять о тебе, всяких лейблов, шильдиков и так далее, с которых они могут что-то получить, инфу о тебе, тем менее ты понятен, тем тебе интереснее и проще играть в эту игру. Ты даешь меньше данных о себе. И седьмая область – это область духовного. Она еще больше, чем физической вселенной. Это область обучения, образования, открытий, мечтаний, да. И здесь непонятно, что первично. Ну, первое, да, наверное, если у тебя тела физического не будет, тебе очень тяжело будет влиять на все остальные вещи. Если ты парализованный лежишь или не можешь ходить, и ты себя так запустил. Вот есть люди, супертолстяки, да, в Америке их много, которые встать не могут. Ну, просто они настолько жирные, что они не могут встать. Да, то есть, ну, это же not ok. Как ты, ну да, можешь себя обвешать бриллиантами, там, мехами, жемчугами, но это не будет являться какой-то качественной жизнью. Восьмая, ну, она обычно, как и бесконечность, это все, что не входит в общее понимание. Например, создатель, там, бог, обычно туда бога относят, да, вот к этим всяким вещам. Какие-то метафизические штуки, которые нельзя вообще как-то измерить. Но она не менее важна. Она напрямую влияет на все остальные. Вот. И вот это вот такая для меня важная опция, когда я ставил 100 целей. Прикольно было понять вообще, что в мире может быть. У тебя они разбиты прямо на все? Ну, я их не разделял так. Я интуитивно чувствовал, что я хочу, чтобы природа вокруг была классная. Да, чтобы я помогал. Ну, то есть, я, допустим, мечтал поплавать с дельфинами, да. Это вот относится к обществу потребления. Это же все-таки, ну, я ничего не получаю, просто я прикасаюсь к пятой вот этой области. К эксплуатации дельфинов. Но это вот желание общаться с жизнью, с миром, вот с этой вот материей, да, с такой. Посмотреть мир, допустим, да. Посмотреть, как живут другие люди, побывать во всех странах мира. У меня нет такой цены, побывать во всех странах мира. Но я бы хотел побывать, допустим, я вот одно из последних сформулировался, побывать во всех самых высоких небоскребах мира. Ну, 10, да. Их можно, конечно, и 50 написать. Но 10 самых высоких зданий мира. Я уже побывал в 5 из них. Ну, это просто мне нравится, потому что люди создают эти невероятные творения, инженерии, архитектуры. Там тот же Бурж-Халиф, да. Вот мне сказали, что я в Мекку не могу попасть. Есть Мека, да, это место, куда нельзя попасть, если ты не мусульманин. И я нашел форум, где написано 30 разных способов, как туда попасть. Например, на выставку участникам поехать, которые там проходят. А это отель на самом деле. То есть там находится какая-то мечеть рядом, и отель. Это вполне себе место, куда можно через booking даже, по-моему, купить билет. Ну, просто это как некий вызов тоже прикольно. Какие-то вещи такие обойтилы. Запретные. Ну, да. Ну, вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилось интервью. Прошу вас, как обычно, подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Это очень действительно важно для нас, для ютюберов, потому что это единственный способ получить какой-то фидбэк от аудитории, что вам действительно нравится или что-то не нравится, что вы согласны или не согласны с героем. В общем, все, что можно, ютюб предоставляет. Пишите, ставьте лайки. Очень, правда, жду. Все комментарии читаем. Ну, а теперь конкурс. Какой будет приз, сразу скажу. Это курс по предпринимательству от Олега Торбасова. Он решил поделиться. Классный курс. Вот подробности будут о курсе в описании этого видео. Что нужно сделать? Подписаться на канал French TV. Первое, как обычно. Включить колокольчик. Все, что нужно. Подписаться на канал Олега Торбасова. Все ссылочки будут в описании. На самом деле, я хочу сказать, что скоро на канале Олега Торбасова будет второй сезон его шоу «Бизнес-хакеры». На самом деле, Олег был одним из первых бизнес-влогеров на ютюбе. Так что рекомендую дождаться второго сезона его шоу. Сам лично жду. Третье, это написать комментарий. Нет, третье, поставить лайк. А четвертое, написать комментарий. О чем комментарий? В этот раз решил вас не ограничивать никак вообще в тематике, кроме тематики самого выпуска. Но мы сегодня говорили очень о многом. О недвижимости, о покупке и продаже дома, квартиры, о здоровье, о целях в жизни. Поэтому все, что у вас накопилось по этому поводу, напишите, друзья. И самый интересный, самый вдохновляющий комментарий, конечно же, заслужит приз тот самый курс по предпринимательству авторства Олега Торбасова. В общем, все подробности о конкурсе, как обычно, в описании. Ждем. Я надеюсь, что вам будет приятно участвовать в этих конкурсах и кто-то из вас точно победит. Увидимся с вами уже очень скоро. До встречи. Не забывайте включать колокольчик. Пропустите, как обычно, потом будете очень жалеть. У нас все интервью крутейшие. Ну, я так считаю. Это French TV. Увидимся с вами скоро. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»